Главное за день. Ковидный рекорд, якутские собаки и нечистоты напротив детсада. У меня вот недавно подруга здесь вот в промежутке между домами с ночной смены шла и сломала ногу в двух местах. Травмоопасная зима в Улан-Удэ. Когда решат проблему снежных накатов? Что должен быть обеспечен земельный участок? Вы обязаны обеспечить требования законов. В Миномуществе Бурятии подвели итоги работы за прошедший год. Безусловно, это заслуга, в первую очередь, жителей Бурятии, трудящихся в Бурятии, но, конечно же, эффективное управление регионом. В Совете Федерации завершились дни Бурятии. Вы смотрите новости на АТВ. В студии Кристина Брылева. Здравствуйте. Корреспонденты нашей телекомпании подготовили для вас интересные материалы и уже готовы ими поделиться. Александр Гостев начнет с главного за день. Новый рекорд. В минувшие сутки в Бурятии заболели 829 человек. Вот уже пятый день количество зараженных растет. Из-за омикрона мобильной группы усилили свою работу. Напомню, за несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима можно получить штраф. Также распотребнадзор попросил жителей Бурятии сократить общение у Дниса Галгана, начало которого выпало на 2 февраля. Загрызли насмерть. В Приволжском районе Астраханской области стая бездомных собак напала на мужчину, который шел на работу. От многочисленных укусов он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. В Бурятии везут бродячих собак из Якутска. 57 клеток с отловленными животными едут в фуры из столицу. Операцию по спасению животных организовали зоозащитники. По их словам, в Якутии собак ждет неминуемая смерть. После того, как четвероногие загрызли преподавателя Северо-Восточного университета, в регионе началась охота, а зоозащитникам стали поступать угрозы. Однако не факт, что фуры с собаками пустят в Бурятию. Управление ветеринарии напоминает зоозащитникам, что на территорию республики могут заехать только животные с документами. В Улалгинском районе в селе Табхар полицейские нашли 9 килограммов марихуаны у пенсионера. Мужчина заготовил наркотики для собственного употребления. Он спрятал их в сарае недалеко от села, где работает. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности по этой же причине. Бояр Жамбалов снова не смог оспорить приговор за смертельное ДТП. Кассационный суд Кемерова отклонил жалобу бывшего депутата. Напомню, смертельное ДТП произошло 5 января 2020 года на автотрассе у села Батурино. Районный суд назначил Жамбалову 6 лет и 1 месяц колонии-поселение. Нечистота напротив детского сада. В поселке Можзавод местные жители сливают отходы прямо на тротуар. Жалобу опубликовали в паблике «Аноним-03». Как утверждает автор, рядом с этим местом находится детский сад. Каждый день я иду на работу и наблюдаю эту ужасную, отвратительную картину. Люди, вы вообще нормальные? Вам что, трудно дойти на специально отведенные для этого места? Непроходимые маршруты и каток вместо тротуаров. Улан-Уденцы перестали надеяться на уборку снега и сами протаптывают себе тропинки. Как скоро решится проблема снежных накатов и наледей, узнаете в сюжете Екатерины Быковой. Вот больная тема с прошлого года. Комушка. Рядом с двумя китами. Это все. Сугробы больше 40 сантиметров. Налить наказ. И вот так вот остановка выглядит. Это еще с прошлого года. На первый взгляд кажется, что я стою в обычном сугробе. На самом деле это протоптанная людьми узкая тропинка – тротуар, который почему-то не чистят. Остановка в районе Комушки – не единственное опасное место. С такой проблемой люди сталкиваются по всему городу. У меня вот недавно подруга здесь вот в промежутке между домами с ночной смены шла и сломала ногу в двух местах. И мне как бы тоже скользко ходить. Но нынче почему-то меньше посыпают. В нашем там районе-то, мне кажется, его никогда и не убирали там ничего. На леваторе в сторону ЛВРЗ, когда стоишь, в сторону октября, сейчас почистили недавно. А там постоянно вот так был склон. То есть опасность, вот если торопишься на трамвай, что нужно по трамвай попасть. Проблема волнует не только пешеходов. Недовольны и владельцы авто. Это раздражает. Вообще очень сильно бывает так, что иногда нечаянно потеряешь свою полосу, когда едешь по колее. И бывает, что ты просто-напросто потеряешь вот этот вот момент. И тебя закидывает прямо на вот, как это называть его, сталактит вот этот вот, который длится по всей разметке. И плюс еще не видно разметки самой. Не видно, где там прерывистая линия, какая. То есть ты можешь нарушить правила дорожного движения, даже, получается, не понимая этого. Бывают такие ДТП, часто бывают в зимний период времени на плохо очищенных дорогах, когда вот именно из-за этого происходит столкновение двух транспортных средств более, или вот когда он просто сам один вот так вот слетает с дороги. Комбинатам по благоустройству ведутся уборочные и подсыпочные работы в полосуточном режиме. В первую очередь подсыпаются опасные участки дорог. Это спуски, получается, подъемы, пешеходные переходы, остановочные карманы. А потом приходим на второстепенные дороги. На Комушке будут выполнены работы в течение семи рабочих дней. По уборке накатов, получается, подсыпку там произвели. Как видите, проблему можно решить достаточно оперативно. Стоит только позвонить. А если вас беспокоят снежные накаты и наряди, обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую службу комбината по благоустройству по номеру телефона, который вы видите на экране. Тогда и на вашей улице будет чисто. Екатерина Быкова, Булат Зандаков, телекомпания АТВ. В Бурятии продолжают бороться с так называемыми самоволками. В марте прошлого года в закон о земле внесли изменения. Сейчас жители республики вправе заключить договор аренды на земельный участок, если жилой дом возведен на нем до 31 декабря 2015 года. Этот и другие вопросы рассмотрели накануне при подведении итогов деятельности Минимущества Бурятии. Подробности у Данцимы Айшеевой. Всего 95 многодетных семей в прошлом году бесплатно получили земельные участки. При этом только в Лан-Удэ в очереди стоит более 4,5 тысяч семей. Но власти не могут выдавать участки без инфраструктуры, даже при согласии граждан. Да, мы эти вопросы обсуждали, но прокуратура все-таки выступила против. То есть требование такое, что должен быть обеспечен земельный участок, вы обязаны обеспечить требования закона. И сейчас, кстати, в рамках Дней Совета Федерации, то, что сейчас в Москве проходит, одним из предложений у нас является финансирование федерального бюджета расходов субъекта на создание инфраструктуры для предоставления земельных участков многодетным. В республике продолжает действовать программа «Дальневосточный гектар». С прошлого года жители начали получать второй земельный участок при успешном освоении первого. Успешно является, если в использовании этого земельного участка гражданин внес свои расходы. При этом минимальная стоимость этих расходов 30 тысяч рублей за год. И либо получил уже доходы не менее чем 30 тысяч рублей. Другое дело, вот в отношении жилищного строительства, да, надо подтвердить, что ты жилой дом построил. Но при этом, вот проблема какая? Минимальная площадь этого земельного дома 20 квадратов. Также министерство обеспечивает безопасность на дорогах. В прошлом году камеры видеонаблюдения выявили более 400 нарушений. Жителям республики выписали штрафов почти на 390 миллионов рублей. Нансама Юшеева, Владимир Попов, телекомпания АТВ. В Совете Федерации закончились дни Бурятии. Республика подготовила отчет о проделанной работе и наметила новые планы. А Верхняя палата парламента готова поддержать регион. В частности, в вопросах экологии, кадрового обеспечения и модернизации инфраструктуры коммунального хозяйства. На встрече с Валентиной Матвиенко глава Бурятии рассказал о социально-экономическом развитии региона, а также о достижениях республики за последние 4 года. И объективности ради, надо сказать, сделано очень много реально. Не буду повторяться в цифрах этой новой школы, новые учреждения культуры, новые фельдшерско-акушерские пункты, большое количество новых спортивных объектов и новые точки роста экономики, что очень важно. Новые проекты, новые инвестиции. Безусловно, это заслуга, в первую очередь, жителей Бурятии, трудящихся Бурятии, но, конечно же, эффективное управление регионом. В рамках часа субъекта глава Бурятии говорил о проблемах республики. Напомним, в декабре прошлого года в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария. Без тепла осталась половина города. Нам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать ее и не допустить полной разморозки системы. Но прошли мы, прямо скажу, по самому краю. Чтобы в будущем такого не случилось, глава республики попросил включить реконструкцию ТЭЦ и тепломагистралей в план постановления. Кроме этого, Алексей Циденов говорил о полигонах, больницах и учреждениях среднего профессионального образования. То, что сегодня на Совете Федерации мы озвучили, то, что дополнительно Ван Тинова от себя подсветила как проблемные вопросы и дала поручение, чтобы они были отражены в проекте постановления. Постановление Совета Федерации нам вселяет огромную надежду и в то же время налагает на нас ответственность теперь работать и исполнить все поручения. В 2023 году Бурятия отметит свое столетие и руководству предстоит большая работа по улучшению жизни в республике. А пока для Бурятии начинается новая пятилетка, за которую нужно многое успеть. Сейчас короткая реклама, а во второй части выпуска вы увидите. Ребята, я на вершине Винсона, самой высокой горы, континента Антарктида. Пора валить на юг. Улан-Уденец покорил высочайшую вершину Антарктиды. Боль есть? Да, да, да. Очень неприятно. Вот. Это фасции. То есть натянута фасции. Видите, я приподнял, натянул вот эту фасцию, и это один шаг до пяточной шпуры. Волшебные стельки. Улан-Уденский ортопед-равматолог ставит людей на ноги. Поменьше слушать, то видите в басне. Теория заговора по Улан-Уденске или во что верят горожане. В необычайный Новый год абсолют к удачи приведет. Купи товары Проктор энд Гэмбл на 300 рублей и получи шанс выиграть крутые призы. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Ваша оптика СССР. Есть люди, которым не сидится на месте, которые рано поняли, что жизнь одна и глупо тратить ее только на работу, сон, еду и соцсети. Наш земляк Андрей Муравьев точно из этой породы. Сейчас он живет в Москве и говорит, что занимается бизнесом. Но, честно говоря, мы не понимаем, когда и как он это делает. Застать Андрея дома очень трудно. Проще встретить его на льду Байкала, в африканских пустынях или джунглях Амазонки. Пока мы пытались поднять себя с дивана после новогодних праздников, Андрей поднялся на высочайшую вершину Антарктиды. Ребята, я на вершине Винсона, самой высокой горы континента Антарктида. Восхождение прошло без происшествий и длилось чуть меньше 8 часов. А вот путь из России в Антарктиду занял гораздо больше времени. Сначала Андрей добрался через Бразилию до Чили, провел там несколько дней на карантине и только потом вылетел в Антарктиду. Ну, мы успешно все добрались. Вот я стою на вершине. Смотрите, какая красота. Подготовиться к суровым условиям Южного полюса помог опыт зимних переходов через Байкал. Именно там путешественник научился ночевать на льду, преодолевать штормовой ветер и торосы. Сейчас Андрей находится в горах Перу, в древней столице Инков, в городе Куско. Там он отдыхает после восхождения и уже планирует новые путешествия. Мир открыт для нас, говорит он. Смотрите под ноги и идите вперед без оглядки. Если вас тревожат боли в голове, в области позвоночника или живота, возможно, проблема кроется в ногах. Так утверждает герой следующего сюжета. Заслуженный врач Бурятии, ортопед-равматолог Геннадий Краснояров уже много лет помогает пациентам благодаря уникальным стелькам. Наш корреспондент Алтана Мункуева сходила на прием и узнала об этом чудо-средстве. Геннадий Краснояров – ортопед-травматолог и заслуженный врач Бурятии. Его медицинский стаж более 40 лет. 26 из них он проработал в БСМП. По словам Геннадия Алексеевича, каждая травма через 30 дней становится ортопедией. Древние говорили так, если у вас больны ноги, вы больны весь. И сейчас статистика неумолимо говорит, 85-90% страдают проблемами опорно-двигательного аппарата. Не успев созреть скелет костно-мышечный, он начинает стареть. Факторов много. Если болит голова, тревожит области шеи или позвонков, возможно, причина кроется в стопах. Именно через них профессор ищет ключ к выздоровлению своих пациентов. Если я поставил человека на одну ножку, он не закрывает глаз, я прошу его поставить на цыпочки. И если его катастрофически тянет назад, значит, это не дорабатывает малоберцовые мышцы и вышележащие отделы. Боль есть? Да, да, да. Очень неприятно. Вот. Это фасции, то есть натянута фасция. Видите, я приподнял, натянул вот эту фасцию, и это один шаг до пяточной шпуры. Проверяем на этой ноге. Я приподнял. Вы не помогаете, вы не помогаете, я сам. И проверяем здесь. То же самое, да. Вот. Когда я захожу пальцем и проверяю здесь, вот, допустим, напряжение, пациенты плачут, что вы там нашли? А это воспаление фасции. Вот. Я даже еще не видел рентгеновский снимок. Я могу сказать совершенно четко. При плоскостопии 98% имеются пяточные шпоры. Вот попробуйте теперь пройти по коврику. Вот сейчас включаются все остопа, все точки. Вот это простое решение одной из проблем. То есть укрепление мышцы. Очень неприятно. Потому что больно. А когда мы боль уберем, вы сами скажете, я еще хочу походить. Помимо фасции, то у меня асимметрия плеч и искривление осанки. Исправить ситуацию можно благодаря ортезу. Это стелька, материал которой имитирует упругий влажный песок. У нас есть семья, которой уже двое детей вылечились. И причем самое интересное, что старший отдал младшему ребенку, мы их снова переразогрели, и он их носит. Каждый день в Центре Восточной Медицины Геннадию Красноярову обращается десяток людей. Попасть к нему можно по номеру телефона 21-54-53. Алтан Мункуев, Ричин Павлов, телекомпания АТВ. В нашу постоянную рубрику «Семь вопросов» мы приглашаем интересных людей. На этот раз герой программы – самый популярный аварийный комиссар Улан-Удэ Батыр Артыков. Анастасия Левина каждый месяц выезжает с ним на опасные места городских дорог, чтобы рассказать, где автомобилистам нужно быть особенно внимательными. Репортажи всегда получаются острыми и очень веселыми. Но когда она записывала с ним это интервью, даже не подозревала, насколько Батыр – глубокий и ранимый человек. Полный выпуск программы скоро в эфире. А пока – анонс. Смотрим. Тупой, жирный, неуклюжий, не знаю, ездить не умеет, правил не знает. И вообще откуда ты взялся? Кто ты такой вообще? Все знают, что я отец двоих детей. Я говорил про погоду и затронул нашу власть, нашего бывшего мэра. Приехали ко мне на работу и сказали, Батыр, ты что? А меня не было. Я загасился и испугался. Сейчас ты, конечно, там, ты уже везде с ноги заходишь. Мы живем в реальном жизни, где мы все материмся, где мы все друг друга посылаем иногда. Просто едет пьяный, аккуратно. Да. И ты просто на ДТП приходишь, думаешь, елки-палки, здесь же пьяный. Просто не свыкся с этим обстоятельством, которое сейчас со мной происходит. Можно за личную жизнь спросить? Да и думать, зачем? Не надо. Сейчас я как бы не знаю, как мне дальше быть, что мне дальше делать. И вот и все. Я сейчас нахожусь в студии АТВ с прекрасной женщиной, с отличным оператором. Мне это, я на вайве, мне классно. Что первым приходит в голову, когда вы слышите слова наночипы, масоны и 5G? Научные термины, набор букв? Уверена, кто-то из вас сразу подумает. Заговоры. И не простые, а всемирные. Среди них теория плоской земли, масонский заговор, тайное мировое правительство и многое другое. Анастасия Левина решила узнать, во что верят горожане. Ответы в рубрике «Улану де лайф». Не кажется ли вам, что в большинстве люди склонны думать? У масштабного события должна быть масштабная причина. Ведь не каждый готов мириться с тем, что причина той же пандемии – летучая мышь с китайского рынка. Мы все иногда преувеличиваем и все во что-то, да и верим. Сегодня о теориях заговора. О теориях заговора говорим. Вообще слышали что-нибудь? Нет. Не знаете? Ну там… Вот, конечно, знаете. Какие-то спецсумы нами управляют. Да, в этом плане? Да, да, да. Ну, приятные, мне кажется. Управляет нами, не знаю, один человек, который там сидит уже сколько лет. Вы что, меня снимаете? Да. В каком-то году он выглядел так, в другом году так. И вот он меняется или не меняется. И вот он управляет, да. То есть он не человек, что ли? Да, наверное, скорее всего, не человек. У них там свои инопланетянские дела. Что-то масонское, по-моему, что-то слышала еще. А что там в этой теории? Без понятия, честно сказать. Я знаю, что там… Знаю, предполагаю, что там могут состоять Тимати, например. Постоянно слышу. В кругом люди обсуждают это часто. Ну, заговоры насчет, ну, не знаю, ну, в Госдуме или масона. Там много, множество заговоров. Теория заговора, знаете, о чем вообще? О чем, о чем? Ну, что это там высшие миры управляют. Вот. Вы верите в это? Нет. Я в Бога верю. Бога? Бог вам дает что-то, вера? Дает. В теорию заговора верите? В теории заговора в правительстве. В каждом правительстве есть это. И они управляют нам. Не-не-не, куда эти брыки пойдут? Сюда, в магазин, в кусты. А, у вас еще что-то есть? Да. Так оно не войдет. Не войдет. А мне сторожить? Вы такая загорелая. Ну, я такая. А, да? От природы. А я думала, может, вы посоветите автозагазку? А как на маме на производство. Made in Bureate. Да, да, да. О! Все вошло. Теории заговора, мировые заговоры. Есть что-нибудь, существует ли такое? Конечно, есть. Вы что? Не-не, без эфира, ребята. Потому что я очень спешу. Конечно, есть. Что вы, дочи? Есть, да? Конечно, мы. Мировая ли это существует? А заговоры есть? Заговоры. Ну, все сложится. Есть такая теория заговора, что нами управляет вся верхушка мира. Типа, это рептилоиды. Типа, у них веки. У нас так, а у них вот так вот. Падом, поменьше слушать, то идти в басне. Я верю в силу мысли. Ага. А во что верите вообще? Ну, в себя, в семью, в друзей. У каждого как бы свое мышление. Потому делайте как для вас удобнее, и жизнь станет для вас лучше. Доказать или опровергнуть теорию заговора невозможно. В нее можно только верить. Ну, или не верить. А что думаете по этому поводу вы? Пишите в комментариях. Анастасия Левина, Жаргал Ирденеев, телекомпания АТВ. Самые актуальные новости вы всегда найдете в наших страницах в социальных сетях. Подписывайтесь. С вами была Кристина Брюлева. Увидимся в эфире. Сагалган поздравляем. Счастья и здоровья вам желаем. Огорячка всего за 168.30. С щедрым праздничным столом к нам придет достаток в дом. Савангарар. Сагалганар. Оптика СССР. С Новым Годом. Пусть исполняются все желания. Приходите в оптику СССР. Здесь тепло и красиво. Здесь любят и дарят подарки. Я люблю оптику СССР. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин